Циркумфлекс пирожата, с вами Старпер. Юбилейное 25 обновление вышло. В нем нет балансных правок, нет новых пушек, нет новых навыков, нет новых монстров, нет новых боссов, нет новых биомов и новых рун тоже нет. Ну что же есть? Сейчас расскажу, но прежде чем начать, напомню, что ваши лайки, комменты и подписки на канал с колокольчиком очень помогают его развивать. И я респектую каждого, кто сделает что-то из перечисленного и жду вас в клубе горячих пирожков. Вся инфа и ссылки в закрепленном под видео комментарии. А теперь к делу. Во-первых, в Dead Cells появились аспекты. Бафы разной степени полезности, которые включаются в начале забега и облегчают игроку жизнь. Активировать аспект можно у нового NPC, который находится слева от комнаты портного. На стримах я слышал много довольных криков от новичков, мол, бафы это круто. Но в чем их крутость, так и не понял, ведь активированный аспект отключает возможность получения клеток боссов. То есть блокирует в игре прогресс. Зачем и нафига нужны такие бафы, для меня большая загадка. Во-вторых, в Dead Cells появился режим тренировки, позволяющий в том числе сражаться с боссами, не выходя из тюремных камер. Вход на тренировочную площадку расположен справа от комнатной портного. Ключ у тренировочной площадки лежит на полностью разложившемся трупе возле выхода на тропу обреченных. В тренировочной комнате вы можете потренировать проблемные для вас боссфейты, не тратя время, чтобы до них добраться. Кроме боссов можно подраться и с обычными врагами, если вдруг появится такое желание. В-третьих, в игру добавили карту мира. Зачем я ХЗ? Опытные игроки и так знают расположение биомов, их входов и выходов, а для новичков эта карта бесполезна чуть менее чем полностью, потому что для получения названия локации вы должны на эту локацию сначала прийти. То есть, играя впервые и зная, например, что руна для бега по стенам берется в дремлющем храме, проложить к нему маршрут по этой карте все равно не получится. В-четвертых, мультибинд, ну или назначение разной действий на одну кнопку, окончательно переехал в особый режим, став отдельной настройкой, отключающей получение достижений. Вереки о том, что вместе с этим изменением умрут и однокнопочные билды начали раздаваться еще с альфа-версии 25-го обновления, ну и кричат об этом игроки, не понимающие, что сила билда не в одной кнопке, а в синергии его экипировки. Так что все билды, актуальные для 24-го обновления, актуальны по-прежнему, как и многие предыдущие. В-пятых, появились новые костюмы, которые, по идее, открываются за прохождение боссов без урона. Правда, разработчики Dead Cells, руководствуясь девизом «Не обновление, не обосравшись», все сломали и теперь костюмы открываются сразу пачкой при разговоре с коллекционером в переходе между зонами. Забирайте, кому надо, пока не пофиксили. На этом хоть сколько-то значимые нововведения закончились, так что время сделать выводы по 25-му обновлению Dead Cells. И они, на мой взгляд, крайне неоднозначные. Система аспектов прикольная, но блокирует прогресс, что делает забеги с ним тупо тренировкой, но тренировкой на пониженной сложности. И чему можно научиться в таких условиях, я без понятия. Режим тренировки – нормальная фишка, но в основном из-за боссфайтов. В то же время он не предлагает тот же опыт боссфайтов, что и обычное прохождение, потому что боссы в режиме тренировки ослаблены, чтобы соответствовать параметрам игрока, но, на мой взгляд, ослаблены слишком сильно. Впрочем, это все еще лучше, чем ничего. Может, через годик мы и официальный босс-раж дождемся, ведь большая часть его функционала уже готова. Карта мира – бесполезная приблуда даже для новичков. Новые костюмы мало того, что на данный момент багают, так еще и эстетическая ценность каждого из них равна нулю. По факту, это обычные базовые костюмы боссов, но покрашенные в цвет мочи, что как бы намекает на то, с каким старанием подходили художники к их дизайну. Пульте бинт в особом режиме? Да пофиг. Правильно подобранная друг по другу экипировка меньше дамажить от его отсутствия не станет. Подытоживая, 25-е обновление странное. Для давних поклонников Dead Cells нововведений практически нет, а те, что есть – фигня. Для новичков, на которых обнова и рассчитано, нововведений много, но ощутимая польза будет только от тренировочных боссфайтов. И в сухом остатке складывается ощущение, что разработчики Dead Cells большую часть времени с 24-го обновления и по сей день занимались имитацией работы, а не самой работой, что не радует. Очень надеюсь, что следующее обновление, и у меня есть причины в это верить, будет более масштабным и значимым для развития нашей любимой игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мои каналы, на Твичу и Ютубе. Залетайте в Дискорд и Телегу. Все ссылки в закрепленном комментарии под видео. С вами был Старпер. Всем счастливо. Смотровой бинокль. О, Джонни, я тебе сейчас покажу, чем мы уж им-то не занимались, блядь, три месяца, пока делали обновление. Сейчас, ты готов, Джонни? Джонни, ты готов? Джонни, блин, скажи мне, Джонни, мальчик мой, ты готов? Да, смотри, стоит одну монету. Одна монета. У меня всего 500. Как бы я не качал монеты. У меня всего 500. Я трачу монету ради тебя, Джонни, смотри. Ого, блядь, ого, баночки, щиточек, баночки, копьишка, кайф, нововведение мое по очтениям. Субтитры создавал DimaTorzok